Ну что, друзья, добрый вечер, собственно, как вы уже поняли, и, собственно, как вы могли догадаться, где вы сейчас находитесь, да, друзья, это Play TV, меня зовут Таня, и по-прежнему мы с вами встречаем вечер, день утра, или где-то там еще в поезде, в машине, неважно, на велосипеде, вечер в сильно независимый. Денис, привет! Привет! Я сегодня в гостях хорошая мать, которая поет хорошие песни, до сих пор, надеюсь, поет, потому что смотрю твой инстаграм, и я очень злая, что ты ничего туда не выкладываешь, но, тем не менее. Да, друзья, это Денис Филимонов, ссылочку на него можете смотреть внизу, кстати, да, минутка реклама, можете подписываться на мой инстаграм, инстаграм Дениса, и, конечно же, инстаграм Play TV, потому что именно там укладываются самые крутые ролики, самые крутые ведущие, собственно, здравствуйте, и самые крутые треки, которые вы только можете услышать. Ну что, Денис, давай с тобой за встречу, мы с Денисом знакомы, кстати, очень давно. Три года, третий год. Господи, да, прикинь, это когда у меня была третья песня. Я пришел к тебе на радио, да, 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 да. Скажи, давай вы, я, кажется, шарм. Скажи мне, пожалуйста. Перебью. Я тебе обещал книгу, очень волшебную. К нам прямо? Да, это очень прекрасная писательница. Для меня она такая, знаете, как бы волшебная. Я тебе когда-то год назад говорил, что я тебе приобрел книжечку ее, очень интересного рассказа, хочу тебе ее подарить. Это Татьяна Иванова, твоя тезка. Да, и загадаешь желание, откроешь любую страницу, прочитаешь эту страницу, тебе эта страница, можешь сделать. Это тебе, да, да, сказки Большого города называется, да. Ой, ну в этом Большом городе... Так, мое желание будет... Я не буду говорить. Не говори. И что надо сделать? Просто потом прочитаешь. Любую строчку? Весь лист. Знаешь, какая первая строчка? Какая? Однажды твоя жизнь меняется. Сто процентов. Но не потому, что ты так захотела, а потому, что ты так сделала. Вот. Факет! Давай, давай. Вы понимаете, да, что происходит? Это спасибо тебе огромное. Не за что. Правда, это, знаешь, это будет... Я же ведьма, я же все... О, проговорилась, прости. Ладно, не суть. Вот это меня сейчас наталкивает на определенные мысли, понимаешь? Теперь моя жизнь не будет первой, по крайней мере, сегодня. Вопрос у меня ко всем, кто приходит ко мне на интервью. Как ты относишься к алкоголю? Ну, я не очень любитель выпить. Ну, вот в таких вот компаниях можно чуть-чуть пригубить, как это говорится, да? Ну, не за грань. Нет, нет, конечно. Ну, как, в принципе, никто не напивается. Это все в умеренном состоянии, количестве вида. Хорошо, ну, хорошо. Я, конечно, я не... Не-не-не, все нормально, вкусное вино. Спасибо. Когда ко мне приходил один мой гость, Саня Дыма, он сказал, да, я заметил, ты любишь выпить. Я покраснела, потому что, знаешь, я не злоупотребляю этим. Я так, знаешь, чистая леди, которая может с бокалом сесть даже на лавочке на улице, но это будет красиво. Не суть. Денис, честно, я смотрела твой инстаграм, очень много перелистывала и так дальше. Почему я не вижу там постов о новых песнях, о каких-то таких вот штуках, в которых ты развиваешься, что-то делаешь? Как тебе сказать? Ну, вот у меня был недавно концерт, презентация альбома. Я смогла прийти, да, я помню, но все нормально. Потому что... После этого, не то, что сказать, что я прям, почему не выставляю, ну, просто как-то вот не выставляю. Был определенный момент, определенная история, она как бы закрылась. Сейчас начинается другая история. Нет, конечно, это творчество, эта песня, это каждое окошко закрывается, открывается новое. И вот сейчас я не то, что в поисках, уже зарождается новый материал, все новое, и уже это будет не... Это уже будет очень серьезно. И, конечно же, я хочу и клипы снимать, помимо тех, ну, того альбома, что у меня есть, я на него, ну, не снимал ни на одну песню клипа. А почему она так получилась? Ну, вот как-то я решил, что лучше я сделаю презентацию альбома, посмотрю свои силы, научусь, прежде всего. Ну, мне как бы никто не помогал, кроме там некоторых моих людей, которые со мной, ну, там, где я работаю, это моя работа, телепортывается 60 на ВДНХ. Мне они помогли организовать этот концерт. Ну, грубо говоря, напополам. Почему ты там не можешь сделать какую-то коллаборацию с ребятами, снять же там флип? Там очень хорошая локация. Ну, можно, но на все это нужны деньги, мне ж никто денег не дает, я ж зарабатываю, и как бы как-то вот так потихоньку, но вот следующие треки, это уже будет совсем уже все другое. То есть ты как, ты переходишь на новый уровень, как по музыке, или? И в качестве, и в хитовости, как сейчас говорят, но уже более по-другому я смотрю на создание треков и песен. Ну, ты сам пишешь песни? Музыку пишу, если захочу, напишу сам слова, а так мне пишут как бы слова, да, по моим историям жизни. По моим историям жизни? Ну да, я рассказывал о своей истории жизни. 23 годов. Ну да, Глэй, сам мне пишет, да, слова. У тебя еще все впереди, но ты уже так говоришь, знаешь, как будто 40-летний мужчина, который, да, у меня тут в жизни. Бывают такие минутки. Так все, чего? Что случилось? Ну, я не знаю, бывает. Ну, все нормально. Ты какой-то такой, знаешь, я просто сравниваю тебя три года назад, сравниваю сейчас, когда ты пришел, так, как-то, у тебя вот все горело, все. Я сейчас смотрю, знаешь, на такого размеренного парня, который, да, я работаю, я что-то делаю. Уже все по полочкам сложено. У меня наоборот. Опыт за три года, год первый, год второй, год третий, и ты уже понимаешь, когда ты проходишь разные этапы того же создания песен, там, организации концертов каких-то, да, там, новых знакомств, там, благотворительных каких-то мероприятий. Разные люди на твоем пути, и ты, как бы, ты уже, понятное дело, тебе не 19 лет, ты не летаешь, ну, мечты есть, розовые очки есть, до сих пор они не уходят, наивность есть, но это уже более другой, наверное, уровень. Мне кажется, это каждый артист так же проходит какой-то вот путь. Я просто наоборот, чем я взрослею, знаешь, чем я становлюсь, да, тем у меня как-то больше вот этой дури в голове и больше каких-то детских амбиций. Я стараюсь как-то, знаешь, придумывать себе, что новое, новое. Нет, бывают моменты, когда я депрессую так, что мне хочется просто умереть, но мы все люди, знаешь, и я в стихи считаю, что вот эту огонюк не погас. Да, его нельзя просто взять и потухать, надо подкидывать дровишку. Вот, поэтому я тебе задаю вопрос, который я задавала тебе три года назад. Ты хочешь пойти на какой-то конкурс? Нет. Почему? Ну, как-то, когда-то я же был на X-Factor, да, когда-то я там уже играл. Вот не хочу, не знаю почему. Мне кажется, что, да, это какой-то плюс пиар, безусловно. Ну, да, вот поэтому. Да, безусловно. Если брать голос страны наш, да, украинский конкурс, он интересный, он неплохой, там очень сильные ребята. И тебя б я увидела где-то, наверное, в команде Тины Кароль, например. Тины Кароль, ну, может быть. Ну, я тебе говорю о своем ощущении. Я не то, что не говорю, что я не хочу, но вот просто вот у каждого какой-то, наверное, свой путь. И я уже, наверное, отошел от этого пути, чтобы вот ходить по конкурсам. У каждого свой, ну, у каждого свой потенциал, свой голос, свой тембр. И каждый выбирает себе эту дорогу, куда он идет. Я думаю так, в любом случае, просто так на голос краины ты не попадешь прям, я думаю, в прямые эфиры тебя прям так, такого красивого, хорошего не возьмут. Ну, у меня много знакомых, и я думаю, что я знаю, что говорить. Ну, просто не хочу. Ну, вот как-то так. Ну, ты не думаешь, что это могло... Я не вижу в этом ничего плохого. Я не говорю, что это плохо. Но ты не думаешь, что это как бы могло повлиять тебе на твои какие-то действия в дальнейшем? Тань, ты знаешь, я не думаю, что так бы оно легко бы бабах и воспоминалось. Ну, кому-то же получается. Я думаю, это у тех людей, у которых уже есть какие-то, наверное, продюсеры, которые их туда целенаправленно идут и говорят. Ох, какой ты понимаешь! И говорят, допустим, там, Фросенька, моя дорогая, тебе нужно пойти на голос страны. Почему? Ну, потому что так надо. Я там, это я так думаю, это мои мысли. Может быть, это и правда, может быть, и нет. Может, я где-то что-то слышал правду, и я вот говорю уже то, что я вот знаю. И он говорит, Фросечка, ты должна пойти на голос страны, спеть, там будет как бы все. Ты в любом случае пройдешь, куда дальше, я не знаю, но ты пройдешь, ты споешь, ты выберешь песенку подходящую, к тебе повернутся. Это уже ты пойдешь в массы, в народ, люди будут сидеть смотреть, ты им понравишься, ты им будешь по душе. Про тебя будут подписываться, это уже какой-то плюс пиар. Ну, как бы, ну, слышишь, плюс 50 подписчиков тысяч, либо там плюс 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, это тоже как бы какой-то пиар. И уже потом из этого исходя, вот есть группа «Каска». Да. Ну, я слышал разные истории. Я слышал разные истории, они мне написали песню, выставили в интернет. Их в любом случае заметил продюсер, и уже пошел в массы. То есть ты хочешь сказать, что после того... Я не против этого, я никого не осуждаю, никому... Я сейчас просто хочу... Ты мою волну хочешь уловить? Нет, я не мигаю просто вот все эти... Ситуация, тем не менее, ты хочешь сказать, что на примере «Каски», что они сначала написали песню, потом был продюсер, который их заметил, а потом они пошли куда-то там? Куда-то там, на голос... Нет, на «X-Factor», да? На «X-Factor», да? Потом еще она была и на «X-Factor», и на «X-Factor», и на «X-Factor». Но ты не уверен, что это так? Мне кажется, что я уверен в этом. Но это очень громкое заявление. Если у меня будет такой, ну, как бы сказать, если у меня такой появится, и это пройдет, то я думаю, я не буду скрывать это и говорить. Но я думаю, это все артисты, которые пробиваются в шоу-бизнес, они, я думаю, понимают этого. Хорошо, за вот большое количество времени ты не пробовал там в какой-то продюсерский центр, например? Я отправлял разные продюсерские центры песни, на радио разные брал, но у меня, если исходя из моего альбома, у меня, как бы, русскоязычные песни. Я не думаю, что это сейчас большая проблема. На радио у нас мало кто берет русские песни, либо за большие деньги, либо не за большие деньги. А украиноязычные ты не пишешь? В раздумьях сейчас. Это тоже, знаешь, 50 на 50. Либо много сейчас украинского контента, либо надо что-то вот такое, что будет как надо. Ну, знаешь, сейчас так лайтовенько все заходит. Лайтовенько, но у меня, допустим, мороз зашла. Это безоговорочно. Миша Бусин, да, очень хорошие аранжировки, песни пишут, и Аня пишет хорошие песенки. А ты не пробовал вот в такой манере, знаешь, вот как они, так, долбануть с таким разрывом? Я хочу у Миши сделать песню, хочу. Да, я как бы с ним списывался. Но вот сейчас, подожди, у меня сейчас картиночка уже до конца складывается. То есть я понимаю, я залезаю в какие-то... Ты залезаешь прям уже, прям... Я не буду больше, окей. Ну, оно уже есть, все хорошо. Ты увидишь, и люди увидят, и услышат это, и все будет. И реклама, ну, как обычно. Окей, отлично. Смотри, ты работаешь с детками. Да. И как? За 4 года работы с детками, это, конечно... Ну, ты их чего-то улучшишь там, или... Ну, я им организовываю, да, мероприятия разные, научные, познавательные, не только. И летом у меня летний лагерь. Но ты не пробовал, например, там... Обучать их? Да, какому-то пению, еще что-то там. К своему творчеству их как-то... Нет, ну, понятное дело, те, кто возле меня, они как бы знают, что я пою. И родители, и дети. И им нравится. Они бывают даже, когда-то в том году просили, «Ой, Денис, включите, там, на песню, на зарядку. Вашу мы потанцуем». Ну, такое дело. Ну, очень интересное, конечно, это опыт развития. И это... Ну, и деньги зарабатываются на этом, и... Ну, и ты продолжаешь вкладывать в себя? Да. И продвигать в себя? Да. Ты не пробуешь это делать? Вот сколько я провела интервью, в принципе... Не много, не мало будем брать и мои старые интервью на радио, будем брать и сейчас новые, которые я веду. Я очень часто, даже не то, что часто, перед тем, как готовиться к интервью, я смотрю Инстаграм человеку. Да. Ты в курсе? Да. Я посмотрел программу. Да, и на самом деле, те Инстаграмы, которые я просматриваю сейчас, которые я просматривала раньше, люди их превращают в определенные коммерческие страницы. Да. Ты мне хочешь, чтобы я делал коммерческую страницу? Я хочу спросить, почему ты... Ты знаешь, если бы я знал, как это правильно делается... Коммерческая страница. Ну, я выставляю свои посты, уже сейчас не так часто я их выставляю. Да, я заметила. Какие-то определенные там моментики, это не то, что я ушел на дно, затих, возможно, я затих, но я себя усовершенствую, прежде всего. Ну, это классно. После премьеры вот своего альбома, там презентация альбома, это колоссальный труд, это очень нелегко было с нуля, но знаешь, вот тебе говорят, давай, Денис, кто тебе мешает организовать концерт? Давай. Я говорю, а что для этого надо, я не знаю, у меня нет людей, у меня нет, где сцену брать? Ну, вообще, как бы, и толком, это же огромные колоссальные деньги. Говорят, ничего, ты давай придумывай, пиши концерт и будем организовывать. Ну, 50 на 50. И вот, и оно все пошло. И так ты по крупиночкам создаешь, ты, допустим, видишь концепцию концерта, ты видишь, какой ты хочешь, даже, я не знаю, подсветку в концерт, какую ты сцену видишь, какие ты видишь закуски, там, какой шампанское люди будут пить, это все. Вот так детально ты сидишь и пишешь, и ты не знаешь, как это делается. Я знаю, есть артисты, у которых даже есть продюсеры и какая-то большая команда, они не парятся, они занимаются, как бы, музыкантами поют, с музыкантами, да, репетиции, и все, за них это все делают. А ты тут вот сидишь, у тебя говорят, Таня. Да. Завтра у тебя будет твой вот концерт, ну, допустим, ты там, да, там, диджей, эмси, ну, не завтра, а через два месяца. Окей. Вот у тебя есть тоже половина какой-то суммы, и тебе дают половину суммы. Неважно, будет выхлоп, не будет выхлоп. Хорошо. Это твое творчество ты делаешь, и ты не знаешь, как это сделать. Ты же что уже будешь сидеть и думать, так, я хочу, там, допустим, сцену такую, подсветку такую, музыкантов таких, закусочку такую. Бухлежечка. Либо ты будешь пить фраголина, либо ты будешь пить просека. Это уже тоже ценовая политика. Либо ты здешевишь на фраголина, либо ты ламбруска, либо просека уже закажешь подороже. Ух ты, какие познания. Это такие нюансы, да, это такие нюансы, вот многие вопросы мне тоже задают. Вот, Денис, почему ты не поешь там, почему ты не идешь там, почему ты не идешь там? Да ради бога. Ну, я не говорю, что я не хочу этого делать. Знаешь, почему я? Либо, ну, я могу что-то там не дойти, ну, не поискать, не найти там какой-то концерт, не написать. Ну, за меня никто не напишет, потому что я сам себе вот делаю рекламу там, да, пишу, что-то узнаю и ищу ребят. Знаешь, мне кажется, почему большинство людей спрашивают и говорят тебе об этом? Потому что обычно все думают, я умней и со стороны виднее. Возможно, я же не против, я всегда прислушиваюсь к любому мнению. А я не очень. Не очень? Потому что... Ну, ты на своей волне, но я тоже на своей волне. Да, потому что, да, мнения бывают разные, да, мнения бывают разные, люди тоже бывают разные. Поэтому надо немножечко фильтровать вот то, что они говорят. Это, безусловно, никто же не почувствует и не сделает за тебя, что у тебя тут в душе внутри. Вот. И никто, и я не говорю, что я... Ну, с другой стороны, есть люди, которые тебе это советуют из-за того, что они видят в тебе что-то. Ну, понятное дело. Это понятное дело. Да, ну, конечно. Поэтому и я тебе задаю этот вопрос. Я не из числа первых людей. Нет, нет, ну, ты первый человек, который у меня три года назад взял интервью на радио. На хэпи-радио, да. Вот так вот! Да, ты была первая. И я тут как раз вот... И уже прошло три года, да, и в любом случае какой-то путь пройден. Какой-то... И это замечательно. Слушайте, это так приятно. Быть вот... Давай? Ты меня вот позвала сюда, и мне тоже приятно, что ты меня позвала. Я как бы на интервью не хожу. Я заметила. Давай посмотрим, что... Загадывай желание. Загадывать желание? Я уже загадал год назад. У меня есть такая книжечка. Ну, давай я... Ну, давай вот что-то такое, чтобы ты... Давай, 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 я полистаю. Я... Хочешь, я тоже... Ты загадал, и я тебе открою. Давай. Ты. Я открою. Да. Средина открывается. Я не хочу средины. Что же ждет Дениса в ближайшем? Что-то непонятное происходит в городе, подумала женщина. Глядя в окно полноуния, глядя в окно полноуния, она любила свой город и решила сказать ему об этом. Взяла лежавший на подоконнике лист бумаги и написала, город, все хорошо. Было, есть, будет. Да. Ты знаешь, что-то это мое, да. Ты знаешь, читаешь ты, и тут вспоминаю про себя, что-то там думаю, и так дальше. скажи мне пожалуйста где тебя ближайшее время можно видеть я буду на выдан х обязательно у нас будет 16 мая благодарительный фестиваль детей-сирот мама плюс я приедут около тысячи деток будет огромная сцена будет звездное жюри будут много мастер-класса возможно я буду сидеть жюри да не будем оценивать оценивали сентябре там со золотой угли еще много разных когда ждать там выхода новых песен знаешь я просто хочу сроки я тебе скажу так это будет следующие метели это не декабрь но это метель понимаешь 2020 год это я думаю январь рассказал то что я никому не рассказывал уже вот сейчас все увидят будут ждать а я люблю выполнять все что я говорю вот поэтому ты сказал все то же время примерно мы будем ждать клип от тебя я тебе тоже ставлю рамки хорошо стараюсь ничего не знаю постараюсь и так дальше ты не я бы я тогда вот истинное отношение когда мы с тобой прочитали все то что нас ждет ближайшее время здесь я очень рада была тебя видеть на самом деле мы было мало времени общаться я бы с тобой да еще общался у нас еще будет время я надеюсь не через три года гораздо раньше друзья на самом деле я хочу вам пожелать не только ты что там пожелать и прежде всего хочу сказать денису и прежде всего я всегда вот то что я говорю своим гостям и такие пендели себе знаете так тоже давай давай танка делай что-то в этой жизни на самом деле ты очень молодой артист и я очень хочу чтобы ты развивался чтобы ты делал прежде всего ты делал что то что если мы вам стоять на месте поэтому друзья за действия за мощь и за ту целеустремленность кота и ничего не бояться классно все будет прорвемся мое любимое слово спасибо за то что были с нами денис спасибо тебе большое что за то что был со мной сегодня прекрасный вечер